Казахстан впервые в истории попал в список средних держав мира. Это страны, играющие важную роль на мировой политической и экономической аренах. Исследование опубликовал авторитетный научно-аналитический центр Германии – Фонд науки и политики. Согласно выводам, государства такого уровня могут брать на себя роль дипломатов во время урегулирования региональных конфликтов. Также на мнение экспертов повлияла внешняя политика Казахстана. Отмечается, что республика активно развивает экономические отношения между странами Запада и Китая, а выгодное геополитическое расположение помогает нарастить максимально широкий спектр важных внешних связей. Отметим, что в список также вошли Турция, Израиль, Индия и Саудовская Аравия. Пшеница, гречиха, картофель и кукуруза около двух месяцев остается до начала посевной кампании. Аграрии ученые готовят к сезон материал для будущего рожая. В центре внимания сорта белорусской селекции. Сейчас они проходят итоговую проверку на качество и получают специальное удостоверение, после чего начнут поступать в хозяйство. Ведь от того, какие семена весной лягут в почву, будет зависеть успех всей кампании. А она стремительно приближается. Необходимо обеспечить хозяйство качественным посевным материалом. Пшеница и овес уже прошли очистку, сушку и сортировку. Осталось сделать протравливание. За счет семян высокого качества прибавка урожая может составлять до 15%, но при условии соблюдения всех технологических требований. Главный враг здесь – это влажность. В первую очередь агрономы следят, чтобы на складе было сухо. Рекомендации и по сортам, и по возделу обновляются ежегодно. И немножко мы уже смотрим по климатическим условиям и рекомендуем хозяйствам обращать внимание, с каким сортом как работать. Специалисты госкорпорации «Росатом» установили самый тяжелый компонент энергоблока на АЭС Акуи в Турции. Стартер-генератора. Он весит 430 тонн. Строительная готовность первого блока на станции Акую – 90%. Уже идут пуск на наладочные работы. Всего реакторов будет четыре. Общая мощность – 4800 мегаватт. Это одна из двух крупнейших атомных строек мира. После ввода в эксплуатацию Акую сможет обеспечить электроэнергией такой крупный мегаполис, как Стамбул. Пуск первого энергоблока АЭС Акую запланирован на 2024 год. Начало работы в 2025. Госкорпорация «Росатом» – крупнейшая в мире в сфере атомной энергетики. Помимо Турции, мегастройка идет и в Египте. Атомную электростанцию «Эль-Дабаа» – первую в стране начали строить в 2022. Все четыре блока планируют запустить к 2029 году. У «Росатома» за рубежом 33 проекта в 10 странах – Китай, Индия, Бангладеш, Турция, Венгрия и Египет. Недавно завершено строительство из Белоруссии. Экспорт атомных технологий интересен не только экономический, но и также развивает сотрудничество и укрепляет международные отношения между странами. Корпус реактора – это своеобразное сердце, разгоняющее кровь по станции. А кровь эта пытает мышцу, мышцу, турбину и генератор. И эта мышца будет давать электричество, до 10% всего электричества, всей электрической энергии такой большой страны, как Турция. Индийская полиция усилила меры безопасности, чтобы остановить фермеров, которые идут маршем на Нью-Дели. Протестующие хотят добиться повышения цены урожай, обещанного им еще в 2021 году. Тысячи аграриев разбили лагеря на основных магистралях, ведущих в столицу страны. На окраине города демонстрации вызвали массовые пробки. Отметим, марш проходит всего за несколько месяцев до общенациональных выборов в Индии. Миллионы сельхозработников составляют влиятельный избирательный блок, поэтому правящие партии стараются удержать их на своей стороне. Европейский союз выделяет Мавритании 210 миллионов евро. Средства должны пойти на борьбу с незаконной перевозкой людей и сдерживанием потока нелегальных мигрантов. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дерляйн прибыла в столицу Мавритании Нуакшот, чтобы озвучить позицию Брюсселя. Мавритания, приютившая 150 тысяч беженцев, превращается как в транзитную зону, так и в конечный пункт назначения мигрантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова